Можно? Все, пишем? Ну, по-другому не скажешь, у нас сегодня в студии настоящий праздник, потому что к нам приехала не кто-нибудь, а сама Кристина Ковалева. Ну, если серьезно, с Кристиной мы знакомы уже... Слушай, сколько мы с тобой знакомы? Третий год, да? Да. Третий год. Ты к нам приезжала сюда несколько раз, и с Джоном Дэйвисом вы были, да, и с ребятами. И сегодня, до самого у нас, я в самый первый момент хочу сделать тебе подарок. Истин, я хочу тебе подарить вот такую вот пленку, пленку, извините, это мастер-гента с твоими записями, которые мы сделали в этой студии. Ой, спасибо огромное, вот это приятно, это супер. Чуть-чуть, буквально, маленькая-маленькая история. Значит, в свое время, когда Кристина приехала с Джоном Дэйвисом, а оставалось время от записи того альбома, который мы записывали, и с Джоном, и тогда решили, а давай там что-нибудь запишем, а давай что-нибудь запишем. У нас все время так получается. Да, да. И Кристина с Джоном, Джон на рояле, и Кристина пела, и получился вот такой дуэт. И вот эти пара вещей у нас лежали на полке записанные. Потом возникла мысль, а почему вот это все вот так вот просто лежит на полке, никто это не слышит, потому что получилась очень классная запись. Возникла идея пригласить Кристину, но уже не с Джоном Дэйвисом, а с Антоном Зубаревым. Это тоже замечательный пианист из Екатеринбурга, с которым у них такая творческая, творческий салюз, уже много... Да, мы как-то такие родственные души. Да, и в дуэте они звучат великолепно, и музыка... И музыку одно любим. Абсолютно верно. И мы дописали, мы к тем двум вещам, которые были сыграны с Джоном Дэйвисом, добавили еще несколько, которые уже с Антоном Зубаревым. И получился вот этот альбом. Самое интересное, да, что это не самый, наверное, распространенный формат. Вы выбрали для себя это даже и не компакт-диски, и не винилы, а эта пленка, и насколько это популярно, и где, и как, и кто. Я вот только знаю, в интернете есть сообщество аудиофилов, которые это слушают. А я могу себе это только поставить вот так дома. Нет, я думаю, что когда-то ты, наверное, купишь магнитофон себе. Предупрекусь. А вообще, сам формат магнитной записи сейчас, конечно, он не самый популярный. И, конечно, все очень уверенно уходит в сеть. И вообще физические носители становятся, так скажем, больше таким, в общем-то, ретро. Да, ретро. Но, несмотря на это, все-таки вот именно аналоговые записи на аналоговых пленках, это сейчас находит такую, скажем, популярность среди уже аудиофилов такого высшего разряда, высшего порядка, что называется, да? Во-первых, потому что это, ну, реально качество, которое очень трудно пока добиться при помощи цифровых технологий. Нет, я не скажу, что нельзя, конечно, можно, но, скажем так, трудно. Нет, ну, невозможно, потому что, да, мы уже послушали. Да, это первый момент. Второй момент, это все-таки, скажем, люди, которые, первое, могут себе это позволить, потому что это не дешевое удовольствие. Вот, и сама аппаратура, и сами пленки, и так далее. Вот, и самое главное, что это люди, которые уже, так или иначе, знают толк, первое, в хорошем звуке и в хорошей музыке. И для того, чтобы записать музыку на пленку, мы должны очень скорпулезно подойти и к выбору вот самого материала. Твои записи, твои записи уже сейчас, вот мы год назад, наверное, да, записывали это все, издали год назад. Я не верю. Да, а эти пленки уже уехали у нас в Австрию, Америку, и твой поклонник есть, его зовут Вишен, и он находится в Таиланде, в Мангкоке. Он получил, слушал, и там просто был в восторге. Один австриец написал, я с Кристиной уже друг. Не понял, в каком смысле, но он написал, что он друг. Может быть, где-то в Фейсбуке, но... Это так забавно, но это какие-то невероятные истории, потому что мы были действительно каждый раз, это проездом, то есть мы целенаправленно только вот когда с Антоном приехали, быстро записали, дописали, и как-то, ну, не придавали там значения, о, мы делаем альбом, создаем историю, пишем пластинку. Нет, мы как-то бы записали, ну, и никто, никаких ожиданий, это вообще главное правило у нас. И тут мне Михаил пишет, Кристина, представляешь, твоя пленка там сегодня там, а потом, представляешь, отправили пленку туда. Я говорю, вот надо же, я сижу в дождливом Петербурге, а мой голос путешествует вообще. В Фейсбуке, в одной из групп, такая дискуссия, везде есть такие недобрые люди, которые начинают там, лишь бы что-то там, в общем-то, да, и пишут, ну, что вы там в своей студии записываете, каких-то ноунеймов там, значит, ну, что такое. И вдруг, значит, кто-то в ответ пишет, кто ноунейм, это Джон Дэвис ноунейм? Он говорит, да, Джон Дэвис еще может быть, а вы Кристину-то слышали, как она поет, понимаешь? Вот это реально, вот это было. Скиньте мне слуху этого человека. Скиньте мне слуху этого человека. Это правда было классно. Это подружится. Мы достаточно заранее договаривались о вашем приезде. И я очень рад, что это все случилось. Это такое еще. Потому что, да, собрать всех в одном время, в одном месте бывает тяжело. Вот. Я хочу действительно вас поблагодарить, и тебя, и ребят, которые приехали. Это мною очень сильно уважаемые и, ну, наверное, уж сказать, любимые музыканты. Потому что, ну, во-первых, мы же записываем на пленку. А самый, наверное, главный критерий музыканта, способного записаться на пленку, это умение его играть сразу. 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 Вот. И без, скажем так, без дубли, без возможности что-то склеивать, возможности что-то править, возможности что-то тюнить потом. Я хочу сказать, что, конечно, дубли есть, безусловно, но переписывается полностью целиком произведение. Так технология аналоговой записи подразумевает. И получается действительно очень здорово. И вот этот творческий процесс поиска лучшего, он нас действительно захватил последние три дня. Это просто великолепно. Это мы должны вас благодарить за то, что вы вообще есть, за то, что есть такая студия, есть. Это настоящий рай для музыканта. Приехать и в такой атмосфере потрясающе. У нас как будто семья, какой-то летний загородный дом для записи альбомов. Мы просто так себя комфортно чувствуем. И такое отношение. И мы сели, мы что-то начали придумывать возле рояля, возле клавиш. И у нас есть время, нет, как обычно. Так, у нас все рассчитано по минутам. Так, все, идем, пишем. Нет, не получилось, ладно, бронируем студию через месяц, когда все могут. Мы тут переписываем. А здесь мы как-то все на одной волне, и нас всех несет. И мы придумали что-то. Ой, как классно, давайте попробуем. Не получилось. День не получилось. Но зато на второй день, да, все сложилось. И это вы создаете такие нам комфортные условия, что нам так легко. Мы все, мы все, мы все. Да, здесь ведь не только в нашей студии, не только такие музыканты, как вы, да. То есть есть же разные музыканты, и со всеми по-разному. Но мы в любом случае пытаемся и стараемся создать вот именно атмосферу такого творчества, атмосферу спокойной работы, спокойной работы. Да, чтобы творчество было в удовольствии, а не потому, что нам нужно срочно успеть записать, да, а потому что, ой, как хочется, ой, как нравится, ой, как классно. Знаешь, честно говоря, очень сильно обеспокоен. Обеспокоен тем, что ты в ближайшее время уезжаешь в Амстердам, и нам будет очень тебя не хватать какое-то время. Я очень хочу попросить тебя рассказать, зачем ты едешь в Амстердам? Как так получилось, что ты едешь в Амстердам? А об альбом мы что, не поговорим? Очень хочется все время экспериментировать. И записав первый альбом с авторской музыкой, мне захотелось еще больше добавить красок. Но не хватает уже каких-то, наверное, навыков, и хотелось бы поучиться где-нибудь. И тут случилась пандемия, и я решила попробовать свои силы послать заявку в консерваторию Амстердама. Вот это да. Вот это поворот. И мне очень хочется научиться именно композиции, каким-то приемам, попробовать там поработать и с оркестрами, и попробовать себя в аранжировке, и в электронной музыке. Ну, в общем, душа требует у меня, значит, перемен. И так получилось, что я поступила, все сложилось. Кто бы сомневался? Ну, знаете ли. Поэтому я еду туда, я наберусь знаний, приеду сюда. Я ловлю тебя на слое вообще, ловлю тебя на слое. Да это же рай. Скажи, пожалуйста, а как так вот проходил вот этот экзамен, вот онлайн, я так понимаю, да? То есть, как это вообще все было интересно? Да, это очень странно. На самом деле, мне тоже, когда сказали, что будет все онлайн, я, в принципе, не очень люблю гаджеты. И я такой ретроград, мне очень нравится аналоговая жизнь, реальная. Да, и сказать, что будет экзамен онлайн. Была комиссия в Zoom. Значит, мы специально, вот с Антоном, как раз он мне помогал там подключать какой-то стрим, чтобы я пела в микрофон. Они меня видели в Zoom, я слышали там с какого-то сайта. Но в итоге ничего не сработало. Я просто пела в наушник и микрофон от наушника. И там несколько композиций, импровизация, и мы общались очень долго. Замечательные тоже были преподаватели. Они такие неравнодушные и к музыке, и к нашему джазовому делу. И поэтому мы отлично пообщались, поболтали, спросили про творческие планы. И вот. То есть, это не такая традиционная учеба, как в консерватории, например, у нас. То есть, это возможность получать знания и музыкантов, и каких-то, скажем, великих людей, которые... Да, мне очень нравится. Они, вот как вы на студии, вот они точно так же создают все условия для творчества и для любого там самовыражения. Ты сам выбираешь предметы, ты можешь набирать несколько инструментов, другую специальность освоить, если тебе интересно. То есть, ты можешь посыпаешь на вокал, а берешь и композицию, и фоно, и электронную музыку. И то есть, экспериментируй. Главное, что это будет какой-то уже твой продукт. Все хотят чего-то нового. То есть, никто не хочет уже, чтобы выходили все одинаковые джазовые музыканты с одним и тем же репертуаром. И там создаются как раз условия для того, чтобы открыть вот эту вот твою индивидуальность. Поступила с первого раза, как раньше говорили. Ну, вот так, да. Слушай, вот ты упомянула свой авторский альбом. Я хочу сказать, что в этом году, в феврале у тебя был концерт в Кубе Козлова. И так получилось, что я был в Москве. И вот случилось там, да, я побывал на этом концерте. Ну, хочу, если честно, тебе просто сказать, что мне очень понравилось. Я, правда. И, честное слово, я хочу сказать, что действительно мне очень понравилось. И я поймал себя на том состоянии, когда, знаешь, как бывает, улететь от музыки, куда-то подняться. Ой, как мне приятно. И в некоторых местах, в некоторых моментах там было просто такое нереальное приятное ощущение, состояние. И это было здорово. Спасибо вам огромное за эти слова, потому что я вот считаю самым главным как раз создать вот такой транс. Чтобы все куда-то улетели, погрузились в музыку, чтобы все стали одним целым. Вот, чтобы после концерта все люди ушли и не просто сказали, да, неплохая музыка. Как будто вот что-то произошло со всеми. Я вот очень рада, если это получилось. Ну, уедешь ты в Абстердам. А приедешь ли ты обратно оттуда? А приеду в Петербург. А приеду. Вот я хочу при всех спросить тебя, приедешь ты обратно или нет? Ну, это на самом деле все серьезно. Вообще-то тенденция, когда из провинциальных городов уезжают музыканты в столицы. Из столиц нашей страны почему-то они уезжают куда-то в другие столицы. Теперь я хочу в Амстердам, но я вернусь. Хочу сказать, что я еду не в другую страну, да, а я еду за атмосферой, за знаниями, за вдохновением. Я хочу это все вот так вот набрать и привести.